Были ли вы в Крыму после событий 2014 года? Не была. Нет, подождите, я была в 2014 летом. Последний раз, собственно, я приезжала туда, приезжала моя сестра, ее семья. И, в общем, у нас была действительно очень теплая семейная встреча. Но больше я не ездила, вот уже, можно сказать, почти два года. Так что не хочу испытывать судьбу, потому что слишком много ассоциаций с моим именем. И я всегда очень яро поддерживаю Украину. И это произошло не только на протяжении двух лет, если вы замечали и следили за моим творчеством. Я часто выходила и исполняла гимн. Это до революции, до вообще всех событий, которые с нами произошли. Я выходила на конкурс «Новая волна» с флагом Украины. То есть, понимаете, мне вообще, по сути-то, и не нужно доказывать, что я украинка и что я люблю свою страну. Потому что все мое творчество говорит об этом. Планируете ли вы дать концерт в Крыму? Когда это возможно? Боюсь, что пока ситуация не разрешится, пока действительно не будет найдено решение в нашу пользу, боюсь, что невозможно. Возможно, сложный вопрос, но что бы вы посоветовали украинской власти, чтобы вернуть... Кто я им, чтобы им что-то советовать? Они сами там все советчики. Какой, по-вашему, путь Крыма в Украину? Никакого представления. Я знаю только то, что им там сейчас сложнее. Те люди, которые искренне любят Украину, им намного сложнее, чем нам здесь, которые сидят свободно и говорят о своей любви к своей стране. Им нужна больше наша поддержка. Я всячески, пользуясь средствами массовой информации, я всегда поддерживаю крымчан, потому что крымчан, которые действительно борются за то, чтобы сохранить мир в Крыму. Ведь там тоже это очень такой тяжелый момент, когда ты не можешь говорить то, что ты думаешь, когда есть люди, которые доносят на тебя. Сейчас это распространено. Вот, поэтому я призываю максимально поддерживать крымчан, свою любовь, говорить, что мы не забыли о них. Мы просто должны пройти время. А что делать? К сожалению, я не знаю.